И пятый международный симпозиум современного искусства «Берючий-0010» завершил свою работу. Главные его события, включая итоговую экспозицию, проходили на базе отдыха «Золотой берег» в Кирилловке, на территории заповедника полуострова «Берючий». Там побывала и наша съемочная группа. Там, где заканчивается Федотова коса, начинается заповедная зона полуострова «Берючий». Если раньше это место знали как охотничью резиденцию советских генсеков, а позже украинских президентов, то сейчас «Берючий» стал ассоциироваться с современным искусством. Вот уже пятый год здесь проходит арт-симпозиум, что собирает представителей художественного авангарда Украины, России и других стран. Главная итоговая выставка разворачивается в разрушенном корпусе, который за несколько лет превратился в настоящий арт-объект. Здесь художники демонстрируют результаты индивидуального творчества. Но в этом году было создано и совместное произведение — гигантский витраж. Огромный витраж с красными лебедями — коллективный труд художников-участников симпозиума «Берючий». Именно так симпозиум современного искусства называют свое детище, отцы-основатели и организаторы «Берючего». Это лаборатория для экспериментов художников. В этом году экспериментировали с целью выявить нового человека. Новый человек — концепция нынешнего «Берючего» — это человек, который интересуется искусством, открыт новому и готов к эксперименту, говорят организаторы. Я считаю, что люди, которые понимают хорошую музыку, понимают современное искусство, понимают какие-то современные вещи, — это и есть люди будущие. Открытые для этих вещей — это и есть новый человек для меня. Среди участников симпозиума есть настоящие звезды, включая постоянного гостя «Берючего» Сергея Браткова. Харьковчанин, он уже 10 лет живет в Москве. Всемирно известный художник, фотограф, в этом году выставлялся в Пинчук-арт-центре, а недавно стал лауреатом Госпремии России. В отличие от эпатажного Браткова, Дмитрия Дульфан из Одессы, художник-созерцатель. Он известен световыми инсталляциями. Свои причудливые светильники художник создает в плаве обычный целлофан. Замечательный способ утилизации и прекрасный повод для релакса. Как-то от них такое иногда исходит очень ощущение спокойствия всегда. Потому что сам предмет светильника такого ночного, он сразу как бы намекает на то, что человек успокаивается. Ну а людям, что нужно в самом-то деле при таких работах, сразу успокоиться. Все успокоятся, расслабятся, вздохнутся. Все хорошо в жизни, никуда не нужно спешить, все уже происходит хорошо. Ближайшие планы организаторов, прежде всего это Союз исследователей современного искусства, дальнейшее продвижение Запорожского арт-симпозиума. Мы издадим каталог, который будет результатом всех этих пяти лет. Мы хотим сделать для него такой промоушен для заграницы, для столицы. Ну как бы сейчас уже есть материал полностью за пять лет. Есть коллекция, которая принадлежит Союзу исследователей современного искусства. То есть коллекция работ, которая может выставляться. Завершился Берючий 0010 музыкальным фестивалем с участием команд из Днепропетровска и Запорожья.